Итак, продолжаем с вами трактат Ктубот, пятый пэрэк, и у нас сегодня четвертая мишна. И мишна, на самом деле, очень интересная, очень практичная. Итак, вспомним немножко, что мы говорили. Мы сказали, что одно из обязательств мужа к жене – это ее кормить. То есть, да, снабжать ее всем необходимой пищей. Так вот, сказали мудрецы, что взамен за это муж тоже получает некие права. Какие? Все деяния рук его жены, если она что-то шьет, вяжет, делает, неважно, да, все, что ее, становится его. Если она нашла бриллиант на земле, в момент, как она его подняла, бриллиант принадлежит мужу. Почему? Потому что он, в свою очередь, на нем висит постоянное обязательство ее прокормить. Но вот только существует спор, что было за что. То есть, изначально мудрецы постановили, что главное – это что все деяния рук жены идут мужу, потому что он ее кормит. Или наоборот. Так как деяния жены идут мужу, поэтому он ее кормит. То есть, что второстепенно, а что первостепенно. Но Аллаха в итоге, что мезуно тыкар, что главное – это то, что он ее кормит. То есть, изначально было то, что муж обязан кормить жену, и поэтому жена должна все, да, все, что принадлежит жене, принадлежит мужу. Почему это важно? Во-первых, это учатся истории. Написано в Торе. Мудрецы это понимают как как раз-таки продовольствие. То есть, корми ее, ксута, одевай ее, веоната и супружеской близости. Эти три вещи муж не может лишать свою жену. И шеера, вот эта вот часть, это называется, это и есть пропитание. Альберт, а можно сказать? Да, да, да. То, что мы… это входит в это, то, что он обязан ее выкупать, если она находится там, ее захватили, или в плену требуют выкуп за нее. Да, это уже другое. Это как бы, это то, что подразумевается под ктубой. Даже если в ктубе ты это не написал, то да, на мужа всегда лежит такая обязанность. А как бы принцип, то, что написано в Торе. Это мы учили вещи, которые презумпция Бейдина. То есть, Бейдин, уже мудрецы постановили, что вещи, которые подразумеваются под браком. Мы перечисляли, да, и ты правильно вспоминаешь, одна из вещей была, что муж обязан ее выкупить, если ее захватили в плен. Продать все на свете, но выкупить жену. Но здесь мы говорим про обязанности, введенные Торой. То есть, да, в Торе. В Торе три вещи. Кормить, одевать, супружеская близость. Обязан муж предоставлять своей жене. Так вот. Взамен за то, что он обязан ее кормить, он получает, да, все ее доходы. Если она что-то производит, делает, да, находит. Это все принадлежит мужу. А теперь интересный вопрос. Получается, где-то приблизительно, когда муж, там, не знаю, хамеш, слоим, тратит на нее в день. Но если жена производит, например, на 10 слоим, не знаю, он на нее тратит день, там, не знаю, 50 долларов, чтобы ее накормить. А она там шьет какие-то, я не знаю, платки, которые продает на 100 долларов. Получается, что есть такое понятие мотар. То есть она производит больше, чем он на нее затрачивает. Так вот, мотар, вот это вот излишек, он тоже принадлежит мужу. Почему? Потому что, помимо этого, он еще должен давать ей некие, там, 100 серебряников, видимо, да, там, в неделю тратит на ее какие-то нужды. Он еще дает ей какие-то карманные деньги в неделю. Алисо да амур. Но к чему мы все это ведем? Да, обычно, то есть муж кормит жену, он ее одевает, и то, что делает жена, это ничтожно по сравнению с тем, что делает муж. Но, предположим, да, это Батурина, да, там она, она зарабатывает огромные деньги. И в какой-то момент она говорит, слушай, милый, я вижу, ты так хорошо устроился, да, кормит он меня на 50 долларов, а я в день там зарабатываю 50 тысяч долларов. Зачем такое мне нужно? И она говорит, эйни, не зонит вейни оса. Слушай, знаешь что? Не корми меня. Не корми меня, и я сама себя прокормлю, да, ну, и мое, это мое, да, я ничего не буду делать, чтобы это принадлежало тебе. Выходит, что она, если по этой логике, она, да, имеет право на такую постановку. Леватер лебалан мизонотега. Простить мужу его обязанность. То есть общий закон в Торе такой, что если, да, например, я должен, да, кто-то должен мне 100 долларов. Должен мне, да, я имею право сказать, знаешь, что ты мне не должен. Я могу вообще отменить любую вещь. Мой автомобиль, я могу сказать, теперь он твой автомобиль. Если что-то принадлежит мне, человек может простить, отказаться от этого, себе в ущерб. Это его право. Так, жена имеет право сказать, да, ты должен мне. Но знаешь что? С твоим долгом идет то, что я должна тебе. Да, потому что я нахожу. А я понимаю, что как бы в данный момент мне это может быть невыгодно. Знаешь что? Я прощаю тебе. Ты не должен меня кормить. И таким образом, а ведь одно завязано на другое. Получается, если муж не должен ее кормить, она не должна отдавать ему деяния своих рук. Теперь весь ее заработок, который явно превышает, да, почему она это делает. Теперь идет ей. Говорит наша мечта. Окей, это было вступление. В чем речь? О чем речь? Муж суперправедник. Муж говорит, а магдиш, маасия, да и что? Я хочу, чтобы все, что делает моя жена, принадлежало храму. Кодыш ламикдыш. Любой человек может, да, в то время, когда был храм. Сейчас тоже это не проблема говорить. На любую вещь показать. Эта овца идет в храм. Это дом хэгдыш. Это поле хэгдыш. Это там все, что угодно может показать и сделать это хэгдыш. То есть посвятить это храму. А он сказал так. Все, что делает моя жена, принадлежит храму. А рейзо оса вэо хэлэ. Она делает и ест. Теперь женщина думает. Шимамра, и что? Если женщина в этот момент говорит. Эй, не золит вэйны оса. Слушай, знаешь что? Не хочу. Давай так. Ты не корми меня. И значит, я и не должна делать ничего. Если она откажется от того, что он должен ее прокормить. Она имеет право. Все. Теперь как бы нету обратной обязанности отдавать все мужу. И тогда ее имущество, которое она производит, что она там делает, неважно, уже не станет хэгдышом, потому что оно больше не принадлежит мужу. Ты не можешь. Я не могу на твою машину показать и сказать, о, твоя машина идет в храм. Я могу только свое сделать. Пока она была его жена, и он ее кормил, все нормально. Если он сказал такое про нее, все, что принадлежит ей, принадлежит ему. Поэтому это сработало. Но как только она говорит, знаешь что, не корми меня, я теперь как бы сама себя кормлю. При этом они остаются мужем и женой. Просто она имеет право отказаться от какой-то вещи. Как мы учили, что она может сказать, я не хочу к тубу 200 зус. Не хочу 100. Как будто она простила ему сотню. Здесь она то же самое может сделать. Так вот, гамотар. Теперь мотар. Мы объяснили, что такое мотар. Мотар – это излишек. То есть он ее кормит на 5, а она зарабатывает 10. Так вот, геморраг объясняется. Если муж дает ей только еду, но не дает ей карманных денег. Помните, мы объяснили, что если он дает ей еще карманные деньги на нужды, то даже неважно, если у нее есть излишек, он ее кормит на 5, но она производит на 10, весь излишек тоже мужа, потому что он еще дает ей какие-то карманные деньги. Но если муж ее только кормит, а на жизнь ей ничего не дает, тогда весь излишек, если она удалось ей заработать больше, чем он тратит на нее, на то, чтобы ее прокормить, то это не принадлежит мужу. Это принадлежит ей. Если муж скажет, и в этом случае, если муж скажет, знаешь, все, что большее, то, что ты производишь, превышающее сумму моих затрат на тебя, принадлежит храму, несмотря на то, что при жизни ее это не срабатывает, потому что это ей принадлежит, он ей карманных денег не дает, значит, все, что выше его затрат, принадлежит ей, это не срабатывает. Тем не менее, мы знаем, что по закону, когда жена умирает, муж наследует все ее имущество, вот тогда сработает все его обещания, которые он давал при ее жизни. То есть, все, что она произвела за это время, на что он не имел права, теперь, когда он получил права на все ее имущество, он должен исполнить все свои обязательства, которые до этого давал. А Раби Мейер говорит, Говорит Раби Мейер, что все, что он получит от жены в качестве приданного, становится гэгдэшем. Не все, а только мотар, то есть та вот разница между его затратами и ее заработками. А Рей Гуэдэш, на основании его слов, которые были сказаны при ее жизни, Раби Мейер считает, что адам магдиш, давар шло балла улам. Есть такая вещь. Можно ли предназначить в храм вещь, которая еще не появилась? Она в природе еще не существует. Я говорю там, урожай пшеницы, который будет у меня в следующем году, я дам гэгдэш. Это сработало или нет? Потому что по факту этого еще не случилось, этого еще нет. Ребенка, который не родился, миллион, который еще не заработал. Раби Мейер говорит, это да, работает. Поэтому, несмотря на то, что он на момент, когда он это говорил, это не было его. Он говорит, да, жена, все, что ты там делаешь, это все в храм. Она говорит, да, да, очень классно, только это все мое. Она его игнорирует. Но когда она умерла, задним числом ретроактивно сработало все, что он сказал. Шабеша ши ги шабаль мутар маси адекха шабеш, то гаязы давар шелло балле улам. И коль маком халь алав шем гэгдэш. Но Раби Йоханан асандлар спорит с Раби Мейером и говорит, не-не-не. Кулин говорит, это значит обычная вещь, не сработала, это не становится гэгдэшем. Жена умерла, получил все наследство, ничего высчитывать не надо. Это обычная вещь, он может ей пользоваться. Потому что если это гэгдэш, то это святыня, этим нельзя пользоваться, надо отдать в храм. Это даже нельзя получать никакой выгоды, это грех мэйла. Называется использование не по предназначению. Но Раби Йоханан считает, а мутар шена фалы у берша гу хулин вэлло гэгдэш. Потому что Раби Йоханан считает, что нельзя посвятить в гэгдэш то, чего на данный момент не существует. Почему наша мечна приводит махлокет Раби Мейера и Раби Йоханана сандыла Раби Мотар лэр бута? Шафил бы мутар чтобы научить тебя, что даже по поводу вот этого излишка Раби Мейер считает, что это да станет хэгдэшем. И тем более такой же будет закон, если он посвящает в храм просто то, что она производит. Шен их лкупу Раби Мейер в Раби Йоханана сандыла в Араха к Раби Йоханана сандыла и Араха идет не по Раби Мейеру, а по Раби Йохананану сандыла, что все, что муж пообещал про ее имущество, если имущество принадлежало ей, а не ему, после ее смерти ничего не срабатывает ретроактивно. Если что-то не существовало на момент твоего обещания отдать это в храм, то ты не обязан отдать это в храм, когда это придет. Вот такая вот мишна. Альберт, а можно вопрос по поводу Мотар, это называется излишек, Мотар. Излишек, да, разница. Вот просто насколько важно вот это карманные расходы, то есть допустим он кормит свою жену, не знаю, покупает ей одежду, не знаю, дает ей карманные деньги, но все равно жена зарабатывает больше, и все равно остается излишек. Кому он принадлежит? Нет, тут не написано, что он должен ей много давать, он должен давать ей карманные деньги. А она Батулина, она зарабатывает миллиард долларов, все равно все его. А, то есть это ключевой момент. Да, не только кушать и одеваться, у любого человека должно быть карманные деньги, что-то, что она вообще не хочет, чтобы муж знал, что она это покупает. Она должна иметь возможность просто пойти себе купить что-то, если она захочет. У человека должны быть карманные деньги, но это не должно быть обязательно больше того, что она, просто если он не дает ей карманных деньги, он говорит, все, голодный сухой поет, ты ешь, ты одета, да, окей, денег не хочу тебе давать. Ну, бывают, не дай бог, да, такие мужья. Хорошо, в этом случае давай считать, вот ты на меня столько тратишь, а смотри, я платье пошила и продала его за 500 долларов, а ты меня за месяц на 300 долларов кормишь. Все, 200 долларов мои, но если он дает ей, неважно, хотя бы там неделю 10 долларов. Но тут написано, кстати, фиксированная сумма, я не знаю, это меа села, 100 села, что это значит. Окей, какая-то, а, кесев, меа кесев, какой-то, какой-то, какой-то шур, сколько-то денег он должен ей давать. Вот. Окей, спасибо. Так, сейчас только скажем, во-первых, скажем, лрефуашенем, а, Татьяна Бэтмая, и и репуат, а, неф, шурфуат, тагуф, бекару, бекару, бе-зрата, шем, и, скажем, лейлу нишмат. Итак, сегодняшние משнают были, лейлу нишмат, ребекк, а, бет, акива, анолдан, минаоми, евроам, бен, йосеф, анолдан, минаомара, ави, мори, рапаэль, бен, 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 а также возвышение души София Бат-Ицхак, Ефим Бен-Нев, Виза Бен-Марк, Михаил Бен-Изя, Циля Бат-Гриша, Ицхак Бен-Зейд, мордыхай Бен-Исраэль, менухатам, бэган-эдэн. Шкуах, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Шкуах. Хорошего вечера. Ребята, отлично. Всем доброго вечера.